Очень важно занять правильное положение тела. Ну то есть правильное положение тела, это как минимум сидеть прямо. Вот если вы на стуле, ну как бы, как минимум сидеть прямо. Просто из вас есть люди, которые сейчас плохо себя чувствуют. Вот поднимите руку, кто вот себя плохо чувствует, но хочет остаться на ретрите. Вот плохо прямо у человека. Есть такие? Вам. Если вам совсем плохо, то тогда можно облокотиться на спинку стула. Потому что когда человеку плохо, ему и так, он и так напряжен, ему и так тяжело. И поэтому он облокотится на спинку стула, но всем остальным, которым неплохо, вам надо сесть прямо. Потом, не сейчас, а потом, когда начнется вот этот ретрит. Это как минимум сесть прямо. Потому что есть еще более энергетические положения тела. Допустим, если вы сядете прямо и еще подогнете себя одну или две ноги на стуле прямо. Можно так сделать молодым девушкам, как минимум. Вот. То тогда это еще будет сильнее положение тела. Если вы не хотите залазить на сцену и хотите еще более сильное положение тела для побед над судьбой, тогда можно встать по бокам зала, вот там, где вы никому не мешаете. То есть, на сиденье вставать нельзя, потому что вы кого-то закроете, и он не будет меня видеть. Это будет человеку очень тяжело принять. То есть, можно по бокам зала вставать и стоять неподвижно. Кто из вас хочет стоять все это время? Вот, не двигаться. Можно. Вот. В целом, самые сильные положения тела, их всего несколько. Вот первое положение тела, нужен молодой человек какой-нибудь, который будет показывать. Вот ему легко, допустим, показывать все эти положения тела, которые я перечислил. Есть такой какой-нибудь молодой человек? Или девушка? Кто хочет на сцену выйти, ну пойдемте. Показывать, да, будете. Ну, нормально, хорошо. Итак, первое положение тела, это вот прямо неподвижно стоим. Так вот, стоим прямо, ручки опущены, голова прямая, шея, и вот так повторяем. Я желаю всем счастья. Вот мы вот так стоим. Это положение тела дает возможность человеку вытерпеть ситуацию в своей жизни. Вот, допустим, не могу вытерпеть мужа. Или не могу вытерпеть город, в котором я живу. Или погоду какую-то. Ну, если человек прямо стоит, у него возможность вытерпеть все, что угодно, повышается. Следующее положение тела, это стоя на колени. Положение тела, стоя на колени. Стоя на колени. Это положение тела уже дает возможность принимать. Ну, то есть, иногда надо что-то терпеть, а иногда надо принять. Вот, допустим, мужа лучше не терпеть, а просто привыкнуть к нему, чтобы вообще принять полностью его, какой он есть и все. Ну, а вот, допустим, принять алкоголика невозможно. Придется терпеть. А если он нормальный человек, то лучше его принять, а не терпеть. Вот это тогда положение тела на колени. Следующее положение тела, когда ты продавливаешь судьбу, называется поза алмаза. Вот она села на ягодицы, прямая спина. И вот это уже там, допустим, на стуле вряд ли вы сможете так сесть, хотя кто-то сможет, вот, а кто-то не сможет, кто-то на сцену пойдет. Вот на сцене можно так сесть, поза алмаза. Вот так вот продавливается судьба, выдавливается, допустим, я не хочу в тюрьму, допустим, да. Тут принимать нечего, надо просто побеждать. И человек в позе алмаза молится, и он выдавливает эту саму возможность из своей жизни сесть в тюрьму. В позе алмаза так есть. Не имеет значения, как удобнее. Можно соединить там, можно под себя вот так вот на них сесть, на стопы, можно их вытянуть. Ну, то есть это не принципиально. Это разные положения тела все, но не принципиально. Там сильно большой разницы нет. Как удобнее. Следующее положение тела, которое дает возможность человеку гармонизировать себя с окружающим миром, это поза бабочки. Поза бабочки. То есть это положение тела, допустим, делает человека спокойным, доброжелательным. Да, вот такое положение тела. Спина немножко полусогнутая, стопы вместе, колени постепенно опускаются к полу. Ну, сразу они не будут возле пола. Мужчинам это положение тела дает возможность терпеть свое половое желание. Женщинам улучшает гормональные функции. В целом людям дает возможность быть добрее. Допустим, если человек гневается, то он молитву, когда читает вот в позе бабочки, то он меньше начинает гневаться, потому что энергетика по-другому начинает работать в организме. Он не такой как бы, не так быстро и сильно реагирует на то, что происходит. Следующее положение тела называется полу-лотос. Ну, то есть, если сверху правая нога, то тогда это положение тела концентрацию соединяет с волей, с волевым усилием. То есть лотос или полу-лотос увеличивает концентрацию внимания. Ну, то есть человек в этом положении тела легче концентрируется на процессе, который он делает. Ну, то есть волевые функции усиливаются, когда правая нога сверху, а когда левая нога сверху, то тогда усиливается способность укреплять свои эмоции. Ну, допустим, ты эмоционально раздражительно реагируешь на все, то тогда левую ногу надо сверху делать, и тогда твои эмоции станут не такими раздражительными. Ты не будешь так сильно реагировать на все. И когда две ноги заплетены друг с другом, это опасно уже положение тела, потому что его могут делать только те, у кого разработаны суставы коленные. Это положение тела максимальную концентрацию внимания дает. Вот, все, спасибо, можете садиться на свое место. Ну, то есть вот эти все положения тела, которые я вам перечислил, они самые эффективные для побед над судьбой. Но в целом вы должны знать, что разум имеет две функции. Он или спит, или бодрствует. И функции разума очень сильно связаны с положением тела. Вот, допустим, если человек сидит и облокотился на спинку стула. Как вы думаете, в это время разум спит или бодрствует? Спит. Потому что есть только один вариант, когда разум бодрствует, это когда человек находится в аскезе для тела. Вот человек, допустим, сил прямо, разум включился. Разум это что такое? Это возможность побеждать судьбу. У нас эта возможность находится только в разуме. Если человек расслабился, он выключился. Все это знают. В расслабленном положении человек не будет побеждать судьбу. Вот, допустим, человек воюет, да? Он там, война идет, ему надо там танки подбивать. Он не может так расслабиться, типа, и стрелять. Правда? Он весь собран, сосредоточен, ему надо побеждать, означает собранность. Ну, здесь примерно то же самое. Если ты расслаблен, у тебя спина облокотилась, то никакой победы не будет над судьбой. Разум не включится, потому что тело не позволит. В ленивом теле не бывает включенного разума. Ну, то есть, сидишь прямо неподвижно, вытянулся, значит, побеждаешь. Судьбу нет, значит, нет. Субтитры сделал DimaTorzok